Миссия Давида Ойстраха, Святослава Рихтера и телекомпания «Новая Одесса» представляют. К 95-летию Давида Ойстраха, Царь Давид и скрипка. К 95-летию Давид и скрипка. Воздух Одессы наполнен до краев запахами моря цветов и звуками скрипки. Каждая улица или дом по сей день гордятся своими талантами и ревниво следя за их успехами. КОНЕЦ В день рождения Давида Федоровича Ойстраха, 30 сентября, первый день праздников, отмечен открытием памятной доски на доме, где он родился и жил, на улице Бунина, бывшей полицейской, 24. Недавно проходил и форум российско-украинский деловой, присутствовали, как раз подтверждали те тесные связи столетиями уже. И поэтому не только музыканты, но и ученые, артисты, много известных людей, которые прославили, родились в Одессе, либо проживали и потом выехали и проживают в России. Но они служат общему делу укреплению развития сотрудничества между Россией и Украиной. ДАВИД Федорович Ойстрах Родился в Одессе 30 сентября 1908 года и первые 20 лет жизни провел в нашем городе. Я получил, наконец, в руки скрипку, восьмушку, и начал учиться музыке. Это занятие поглотило меня целиком. Многие годы спустя рассказывал Игорь Ойстрах «Отец любил вспоминать о детстве, хотя, конечно, рос в очень нелегкое время. Но в семье всегда царили мир и согласие. Все были дружны и, как подобает истинным одесситам, веселы и остроумны. Я глубоко убежден, свойственные моему отцу оптимизм и пикурейство проросли еще в раннем детстве, культивированные духом Одессы. Черты эти, конечно, сказались и в артистическом облике Давида Федоровича». Первым и единственным учителем Давид Федорович называл Столярского. Давид Ойстрах вспоминал «Петра Соломоновича Столярского я узнал раньше, чем взял в руки скрипку. А у меня такое ощущение, что он с нетерпением ждал, когда же мне исполнится пять лет, чтобы начать делать из меня скрипача». Игорь Ойстрах вспоминает «Когда меня спрашивают, учился ли отец у кого-либо в Москве, я не рискую отвечать однозначно. Он многое почерпнул для себя, слушая и наблюдая. Но, учась у всех, он не стал чьим-либо учеником, оставаясь верным Столярскому». А когда в руках сына Ойстраха тоже зазвучала скрипка, Игорь сказал отцу «Ты учился у Столярского, а я у Давида Ойстраха». Впоследствии друзья их величали – царь Давид и князь Игорь. Счастливая звезда Ойстраха вспыхнула мгновенно на весь бывший Советский Союз, а затем озарив весь мир, благодаря Александру Константиновичу Глазунову и Николаю Малько, которые сразу же оценили масштаб одаренности молодого скрипача. КОНЕЦ Северный песок Продолжение следует... 1937 год принес мировую славу молодому скрипачу на престижнейшем конкурсе имени Эжена Изаи в Брюсселе. Собственно, это начало карьеры выдающегося музыканта, чье имя вскоре стало известно во всех уголках планеты. Музыканты с мировыми именами сочли за честь выступать с Давидом Федоровичем на престижнейших сценах мира. Один из первых – его друг и коллега Иегу Деменухин. Музыка 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 Сонатные вечера Ойстраха и Льва Аборина покорили слушателей Москвы и многих столиц Европы. Музыка 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 Когда я был совсем мальчиком, ну, наверное, лет 12, а ему, наверное, было 17. Такой прелестный был молодой человек совершенно. Во-первых, был очень красивый мальчик и очень симпатичный. А потом, конечно, я его слышал в концертах уже. Такой звук и все. Такой силы и в то же время совершенно без нажима. Оно не двигается с места. Я когда играл с Олегом, я все время ему напоминал, что самое главное – живот и ноги. Живот и ноги тогда звучит хорошо. Это да. Ойстрах. Все-таки я с ним играл в 3 или 4 программы. Бранс, Франк. Тема «Ойстрах и Рихтер» заняла в праздниках «Ойстрах Ассамблей» особое место. А многолетняя дружба с семьями не помешала Святославу Теофиловичу обращаться с особым почтением на «вы» к «Ойстраху» всю жизнь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Те традиции, которым богат наш город, имеется в виду музыкальными традициями, они не будут забыты. И вот подобного рода фестивали, ассамблеи, которые проводятся, они этому способствуют. Тем более, что огромное количество молодых людей очень трепетно относятся к этому виду искусства. И в данном случае, я думаю, что все действия властей, направленные на популяризацию и поддержку этого движения, они абсолютно направлены по тебе. А на подворье исторической Одесской кирхи и пастырского дома совместными усилиями миссии и Приморской администрации прошел незабываемый музыкальный вечер памяти Давида Ойстраха и его близких друзей, семьи Рихтеров, которые жили до войны в этом месте Одессы. Доктор Эдмунд Трац в своем приветствии рассказал о служении в общине отца Святослава Рихтера, Теофила Даниловича Рихтера. Открывали вечер. Глава миссии Давида Ойстраха и Святослава Рихтера в Одессе, профессор консерватории Юрий Дикий и глава Приморской администрации Одессы Николай Балан. Особо отмечалось значение исторического достояния музыкальной культуры Одессы для современников, необходимость сохранения и приумножения традиций музыкальной Одессы. Юрий Дикий поведал гостям историю спасения здания Кирхи в 1966 году, в которой Давид Федорович и Игорь Ойстрах непосредственно участвовали. Особый акцент был сделан на необходимости возрождения культурно-религиозного центра в здании Кирхи, чему посвятила свою работу миссия. Понятно, почему в этот запомнившийся вечер впервые в Украине прозвучал квартет Теофила Рихтера, партитуру которого подарила миссия дирекция Пушкинского музея изобразительных искусств Москвы. Квартет прозвучал в исполнении замечательного коллектива «Гармония мира». «Гармония мира» «Гармония мира» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Гимн скрипки в тот день пели юные таланты школы Столярского. И, конечно, все средства массовой информации были прикованы к празднику в желании распознать будущего ойстраха. Воспитанники Одесской школы Столярского демонстрировали свои музыкальные таланты собравшейся публике. Андрей занимается музыкой с раннего детства. В свои юные годы он уже неоднократный лауреат международных музыкальных конкурсов. Недавно он вернулся из Лейпцига с наградами. Однако, как признался сам музыкант, ему не по душе, что его называют вундеркиндом. Это начинается какая-то звездная болезнь, и он начинает меньше за собой следить и меньше трудиться над собой. Вся жизнь Андрея, как и других детей, несущих на себе бремя таланта, посвящена музыке. Андрей рассказал, что он уделяет занятиям на скрипке минимум 5 часов ежедневно, а перед выступлениями и того больше – 10. Во многом воспитание таких вундеркиндов зависит от родителей. Чаще всего именно они делают музыкальный выбор за своего чада. И если сначала все зависит от настойчивости родителей, то потом, если почва оказалась благодатной, они смогут гордиться своим ребенком. Однако и эти детки мечтают о том же, о чем и их менее даренные сверстники. Поскольку я немного увлекаюсь футболом, может быть, я бы был футболистом. Без таланта ничего не сыграешь. Я думаю, что без труда таланта талант не вытянет. Надо трудиться. То, как умеют трудиться эти ребята, по достоинству смогли оценить зрители, пришедшие на Думскую площадь. А школа имени Столярского в очередной раз подтвердила свою высокую репутацию. Концерты под открытым небом – мероприятие всегда достаточно рискованное. То, что людей соберется много, очевидно. Только вот никто не даст гарантии, что музыка произведет должный эффект. Понравится всем без исключения. Концерт «Гимн скрипки» равнодушных не оставил. Услаждали уши одесских миломанов дети 6-12 лет, ученики младших и старших классов школы Столярского. И отношения к музыке у ребятишек очень искренние, несмотря на то, что заниматься им приходится по 7-10 часов в день. Музыка – это значит для меня то, что я смогу видеть разных людей, интересных. Я смогу ездить. Это для меня практически уже стало абсолютно всем. Жизнь моя. Я люблю это. Вел концерт одесских вундеркиндов никто иной, как сам Петр Столярский, больше напоминавший, правда, известного одесского артиста Олега Школьника. Как любой одессит, я не могу быть спокойным и пройти мимо такого замечательного праздника, потому что Одесса, ну что я вам буду рассказывать, кто такие одесситы. Все мы братья, все мы одна нация, все мы родственники, все мы самые близкие друг другу люди. И те люди, которые сделали славу нашему городу, они всегда отзываются в сердце каждого одессита. И поэтому я не мог остаться равнодушным к этому замечательному, с моей точки зрения, празднику, к открытию чудесной совершенно мемориальной доски памяти Давиду Терчевой Страха на улице Бунина, 24. Пожалуйста, подойдите, положите туда по цветочку. Этот человек прославил не только наш город, но и всю страну. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Вся виртуозность была поглощена музыкальным замыслом. И, собственно, то, что двойные терции и всякие другие трюки не производили впечатление трюков, вся технология была подчинена замыслу. Вероятно, так же вот играл Лист свое виртуозное сочинение. Играет музыка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok